В животном мире внешняя красота зачастую тесно связана с настоящей угрозой. Ядовитые животные, обладающие яркой и привлекательной внешностью, могут предупредить о том, что они опасны. При этом земноводные, в том числе лягушки, обладают особенным эффектом предупреждения. Если человек видит очень необычную и красивую лягушку, нежелательно находиться рядом с ней и прикасаться к ней. В противном случае за первое мгновение будет получена значительная доза яда, которая отравит все органы и даже приведет к летальному исходу. Итак, какие лягушки считаются самыми опасными? Ядовитая африканская лягушка на родине лягушка известна также как какой. Второе название было дано африканскими индейцами. Несмотря на то, что земноводные этого вида обладают сильнейшим ядом, африканцы стараются поймать их. Это стремление объясняется тем, что лягушки вырабатывают ценный и дорогущий яд. Даже цианистый калий не может сравниться с выделяющимся ядом, несмотря на то, что токсические вещества вырабатываются постепенно, длина ядовитой африканской лягушки составляет всего лишь 3 см. В то же время яркий и необычный окрас способствует тому, чтобы внимание было обеспечено, ядовитые африканские лягушки обитают не только в Южной Африке, но и в Америке, на Мадагаскаре. Двухцветная филомедуза Филомедуза двухцветная обитает в лесах Амазонки. Если ее встретить, нужно проявлять особенную осторожность. Тело лягушки выглядит поистине привлекательно. Именно яркий окрас оказался основным козырем представителя земноводного мира. Любой человек, который прикоснется к филомедузе, получит сильную дозу яда, затем человек начнет погибать, переживая ужасные конвульсии и галлюцинации. Несмотря на такой риск, племена, живущие в лесах Амазонки, не боятся яда лягушки, так как именно с его помощью в мизерных дозах входят в транс при исполнении обрядов «золотая лягушка», «золотая лягушка», которая также называется ужасным листолазом, живет на колумбийских побережьях. Эти представители земноводных любят влажную и знойную погоду. Важно отметить, что золотые лягушки зачастую живут там, где влажность воздуха достигает 90%. При этом в лесу этих земноводных можно встретить только в группах по 5-6 особей. Если посмотреть на ужасного листолаза, можно удивиться такому названию, земноводные отличаются безобидным окрасом, маленькими размерами. К тому же поведение лягушек удивляет спокойствием, однако ужасный листолаз все-таки оказывается опасной рептилией в истории, даже был зафиксирован случай летального исхода, причем смерть человека наступила моментально. Почему листолаз оказывается настолько опасным? Кожный покров у этого вида лягушек покрыт особенным алкалоидами, которые вырабатывают сильный яд под названием ботрохотоксинстероидный алкалоид, способен заблокировать работу жизненно важных органов, парализовать нервную систему, развить сильную аритмию и сердечную недостаточность выжить после такого практически нереально трехполосый листолаз. Трехполосый листолаз – это поистине опасная амфибия, несмотря на потенциальный вред, отмечается шанс на оказание пользы племена, которые живут с этим видом листолазов, научились извлекать полезные свойства. Лягушки живут в Эквадоре, земноводное существо отличается маленькими размерами, но при этом оно может вырабатывать сильный яд и убивать любого человека, животного. Несмотря на это, в прошлом столетии ученые и исследователи все-таки начали разводить трехполосых листолазов искусственным способом, так как использование определенной дозировки вырабатываемого яда гарантирует успешное устранение болевого синдрома, при этом эффективность оказывается выше, чем у морфия красноспинная ядовитая лягушка. Красноспинные ядовитые лягушки живут в Перу. Эти земноводные обладают умеренным ядом, который способен существенно ухудшать состояние здоровья людей. При этом некоторые животные, которые получают вырабатываемый яд, погибают. Красноспинные ядовитые лягушки питаются по-гособенному. В их рационе должен присутствовать ядовитый муравей, при этом вырабатываемый яд хранится в кожных железах, причем его удается выпускать только по мере необходимости. Чаще всего яд выпускается, когда земноводному грозит опасность пятнистый древолаз. Пятнистый древолаз отличается удивительной красотой, при этом красота обусловлена разноцветным кожным покровом. Важно отметить, что кожа пятнистого древолаза оказывается ядовитой. Интересно отметить, что яд погособенному влияет на попугаев племена Амазонии, заметили, что цвет перьев попугаев меняется под влиянием яда пятнистого древолаза маленький древолаз. Маленький древолаз отличается миниатюрными размерами, но при этом он удивляет яркой и красивой внешностью. Лягушка живет в лесах Центральной Америки. Важно отметить, что маленький древолаз изначально кажется красивым и безопасным, но при этом он способен больно ужалить. Если это земноводное ужалит, ощущения будут напоминать ожог очаровательный листолаз. Очаровательный листолаз считается ядовитым, но при этом он менее опасен, чем другие представители его рода, однако многие жертвы могут горько сожалеть о том, что они пытались напасть на него. Очаровательный листолаз привлекает только своей красивой внешностью, при этом он обитает в Центральной Америке и его удастся найти достаточно быстро. Ядовитые создания практически всегда готовы совершить атаку, если они понимают угрозу полосатый листолаз. Полосатый листолаз удивляет своим ярким кожным покровом, который позволяет понять потенциальный риск, если же не принять угрозу всерьез, яд приводит к сильнейшему болевому синдрому и даже к параличу, по данной причине от земноводного желательно держаться подальше пятнистая ядовитая лягушка. Пятнистая ядовитая лягушка обитает в тропических лесах Перу и Эквадора, при этом яда одного земноводного существа достаточно для того, чтобы погибли сразу пять человек лягушка выглядит мило, но ее нельзя трогать несмотря на подобную опасность, встреча с пятнистой ядовитой лягушкой бояться не стоит, так как она никогда не нападает первой. Красивая внешность лягушек далеко не всегда свидетельствует о том, что контакт с ними будет полезным, зачастую присутствует настоящий риск, связанный с вырабатываемым ядом, поэтому желательно проявить дополнительную осторожность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok